Этмогенезия Татар Мы В целом ряде Трудов Он уже охарактеризовал их Считаем что И это собственно наше Историческое открытие Мы классифицировали все труды Которые писали В свое время о Татарах На три группы Первая группа Это которая считает что Мы произошли от Булгар То есть Имеются древнейшие источники Некоторые доходят до того что Считают что Булгарами а вообще что мы Являемся потомками тюрок Которые Произошли от Каких то древнейших Неандертальцев которые жили На территории Восточной Норогой И испокон века Проживали на этой Территории И Доживали так сказать до 16 века Когда наконец В составе российского государства Протепели определенные Изменения Были какие то включения В эту среду И все закончилось Тем что в 1920 году Образовалась Татарская республика И вот этому самому народу Булгарскому То ли дюкскому В последнее время Академия Захим Пишет о неких Касанах Которые на самом деле Вообще Оказывается Проживали на этой территории И вот этот самый народ Вот волей Партии советского государства Стало называться Татарами Но это вообще неизвестно Как он назывался Какую историю имел Вторая группа Это Группа историков Которая Считает Что Татары Являются Потомками Золотардынских Завоевателей Которые Пришли Восточную Европу Ассимилировали Здесь местные Племена Фактически Не оставив Ничего От этого Стали Основной частью Ну и в том числе Городского Населения И сельского В том числе Населения И вот С этого момента Собственно Ведет свое Происхождение Татарский Народ Мы Являемся Сторонниками Несколько Другой точки зрения И эта Другая точка зрения Не Чисто Филологическая То есть Мы ее называем Тюрка Татарская Подчеркивая Древние Корни нашего Этногенеза Но Она имеет И концептуальное Отличие Концептуальность Отличие В том что Обе предыдущие Точки зрения Понимали Этногенез Как Некий Биологический Процесс То есть Народ Издавна Сложился То ли это Булгары Касаны Которые 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 Жили на этой территории И в неизменном Данные Этнологии И Современное Понимание Механизмов Становления Этносов И Наций Считаем Что Происходили Очень серьезные Внутренние Трансформации И Нет ни Одного Народа Который В неизменном Виде Дошел От древности И До сегодняшнего Дня Один из Таких Показательных Примеров Такого Это Китайский Народ Но Если мы посмотрим Тех Древних Китайцев Доживали До сегодняшнего Дня Мы увидим Что это совершенно Другой народ Единственное Что сохранилось И что Неизменным Это Иероглифика Но даже Эта Иероглифика Собственно Язык сменился А иероглифика Осталась И Для того Чтобы читать Например Для чтения Древних Текстов Современный Китайский Язык Мандарин Да Считается Да Северный Китайский Иероглифик Он Не применен Для чтения Древних Рудописей Например Татанского Время Нужна Очень серьезная Подготовка В том числе И языковая И Неудивительно Что те самые Чтения Которые В свое время Предлагал И Бичурин Зная Ну собственно Современный Ему Китайский Язык Для Реконструкции Этнонимов И Топонимов В более раннего периода Оказались сейчас Как показывает Современный Свет Не совсем Состоятельно Вот Даже Такой Пример Показывает Что Между Древними Средневековыми Народами Происходит Очень Целые Узлы Во время Которых Вот такое Течение Развития Народа Претерпевает Резкие Качественные Изменения При этом Вот эти Надо иметь Ввиду Что Сама Структура Понимания Этмоса Тоже Меняется И Тот взгляд На Этмос Который Был еще В начале Века Конечно Для сегодняшней Науки является Полной Архаикой Это Что Якобы Существовал Какой-то Народ Который В неизменном виде Сохранял И Мог Сохранить Это Скорее Процесс А Не Состояние И Мы Можем Констатировать Что Есть Сейчас Две Такие Теории Которые Объясняют Развитие Происхождение Этмосов Это Один Такой Примордианальный Эссенциальный Подход Который Говорит о том Что Этмосы Это Как Генотип Вот Он Дан И вот Он После этого Сохраняется Другой Подход Конструктивист Говорит Что На самом деле Все Настолько Быстро Меняется На самом деле Этмосы Наций Это Воображенным Единством Нет Никакого На самом деле Единства Это просто Народские люди Собрались Между собой Какой Выдумали себе Идею И вот Следует Значит Этой идее Ну Выдумывают себе Проектов Историю И так далее Вот Мы С Дамиром Ильичем Являемся Сторонниками Несколько Такого Другого Синтетического Подхода Который Если Угодно Есть Примеры Такого Казалось бы Соединения Несоединимого Ну Допустим Так называемая Дифракционная теория Света То есть Распространяется Как волна А действует Как частица И раньше Считалось Что это Одно другому Противоречит И нет единой Теории Света Ну Оказалось Что Физика Возможно Почему Это невозможно В истории Этнос Это именно Такая структура Он На каждом Определенном Этапе Временном Отрезе Он представляет собой Несомненное Единство Языка Культуры Все это Выражается В общем Этнониме Как выразители Качественные Показатели Всех этих Процессов И Самосознание Которое Собственным Этонимом Не является Выражением Всего Но Если мы посмотрим На широком Временном Отрезке Мы увидим Что И язык И культура И Даже Элементы Этого Самосознания Могут меняться Не Не Но при этом Самоназвание Могло оставаться И прежним Меняя Качественные Каждый раз Помнят Очевидно Что Когда мы говорим О Татарах То Скорее всего Мы имеем дело Именно С таким Феноменом Если Говорить О древнейших Корнях О древнейших Каких-то Элементах Мы можем Только Констатировать Очень Широкими Такими Крупными Мазками К сожалению У нас Нет Данных Которые Мы могли бы Четко Стратифицировать Ну Пока По крайней мере Те самые Археологические Культуры Которые Находились В Поздней Бронзе Раннего Железного Века В Центральной Азии Монголии В долине Нордоса Чтобы Указать На какой-то Магину Или какой-то Памятник Сказать Вот там Татары Скорее всего И Наука В ближайшее По крайней мере Не сможет сделать Таких Выводов Даже Если мы Какой-то ген Выделим И все равно Нам скажут Что этот ген Не имеет отношения Этим самым Татарам Скорее всего Это Мы можем Констатировать Судя по Допустим Тюркскому языку Анализируя Контакты Древнейших Ну Реконструированного Тюркского Языка Что Он Активно Контактировал С двумя Языковыми Семьями Это В первую очередь С китайским Многие Названия Допустим Металлов Были заимствованы Именно Из Китайского А с другой стороны Очень активно Контактировал С какими-то Индоевропейскими Есть Предположение Что С какими-то Группами Тахарскими Языками Восточно Индоевропейскими Языками Ныне Мертвыми Сохранились Письменные Памятники Которые Позволяют Некоторые Языковые Особенности Кроме того Вот Анализируя Общий Пласт Тюркской Лексики Членка Испонят Академии Наук Елена Дево Она Отчеркивает Круг То есть Предки тюрков Жили в какой-то Каменистой Равнине Где были Небольшие Озера И Что скорее всего Они Или Использовали Коней Либо охотились На лошадей То есть Некоторые названия Лошадей Это Является Общими Для всех Тюркских Языков Вот Если Мы применим Вот эту Синтетическую Методику Примерно Мы можем Сказать Что Тюркские Если Уж Совсем Очерчивать Круг То есть Это От Алтая И До Хуанхэ И Примерно От Восточного Туркестана До Маньчжурии Вот Это Примерно Ареал Где Скорее всего Протекали Древнейшие Этапы Происхождения Тюркских Народов Очевидно Что Где-то Там Скрываются Истоки Дальше Очень Трудно Восстановить Эти Элементы Но Скорее всего Почему Вот Можно Задаться Очень Таким Сложным Вопросом Почему Ведь Тюркский Язык Конкурировал Со многими Другими Например Енисейский Язык 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 Я Полагаю Что Это связано С тем Что Тюрки Оказались На самой Западной Оконечности И очень Активно Контактировали Индоевропейскими Народами И Здесь Они Приобрели Некие Навыки И Умения Связанные С обработкой Металлов И Навыками В военном деле Надо Сказать Чтобы Подвести Индоевропейские Народы Вообще В период Поздней Бронзы И Ну Даже До раннего Железного века Но в основном Эпоха Врозы Выйдя Из Района Вулгуральских Степей Потом Переселившись Очень сложно На Балканы Оттуда Значит В Новую Азию И Из Балкан По всей Европе Распространившись Завоевали Фактически Всю Евразию То есть Если мы возьмем Посмотрим На карту Языковую карту Европы То мы увидим Что Ну За исключением Поздних Пришельцев В Европу Венгров Ну И на Польско-Пуловской Самов Индоевропейские народы Ну Еще есть один народ Я Подрешил Весь Вся остальная Европа Занята Только Исключительно Индоевропейским Языками Только Один народ Не имеет Индоевропейского Происхождения Это Единственный НДник Который Остался А что В степях Евразии Не заходя В таежную Зону Индоевропейцы Захватили Практически Все Центральноазиатские степи Которые Представляли Несколько Иную картину То есть Увлажнение Эти степи Было Гораздо Больше Можно было Вести Комплексное Хозяйство И вот На примере Проход городов Аркаима Мы видим Как это все Развивалось И вот эта волна Индоевропейцев Прокатывается По Северной Евразии По Этим сам Степям И Наталкивается На Очень Компактную Массу Которая Инертно Которая Не дает им Дальше По идее Они должны были Прямо столкнуться С Китайцами И с китайским Языком Но Прямых контактов Индоевропейского С китайским Не зафиксировали Не исключено Что Как раз Тюрки Прото-тюрки Которые Стояли Они Как раз И послужили Тюрки Очень многое Заимствовали От Индоевропейских Народов Например Я считаю Что Воинские Лексики Воинской Культуры Вот Характерный Пример И характерный Элемент Это Происхождение Например От Волка Происхождение Представление О том Что воины Тюрки Являются Оборотнями И их прародителями Это Часть Очень Древнего Пласта Индоевропейских Представлений Которые Бытует Практически У всех Индоевропейских Народов И это Как раз И является Очень Важным 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 Вот Это Культ Вожденства Культ Оборотничества Культ Представлений О том Что Они Воины Дюрки являются потомками Волков. Вот где-то, значит, если на современной карте, это примерно, наверное, современный Алтай, и российский Алтай, и монгольский Алтай, и вот степи, северная часть степей Восточного Куркистана. Очевидно, вот те памятники, которые с одной стороны упираются в пузыры, а с другой стороны, китайские, найденные в Восточном Куркистане, памятники, которые найдены в степях, в пустыне Таквамакар. Они очень близки, собственно, по грибальному обряду. Просто здесь линзы, так сказать, замороженные, а там просто выдутые курганы песчаные. Но по грибальному обряду, и по набору инвентаря, и по набору предметов, они довольно близки. Но это я бы высказывал в качестве определенной гипотезы. Это требует очень серьезных размышлений доказать. Следующий этап, когда мы точно фиксируем этих самых татар, есть представление в китайских источниках о том, что атус татары, они являются потомками более ранних плен, которые тоже есть, 30 плен и так далее. И, скорее всего, там есть, в общем, довольно туманные средния этих источников. Но, тем не менее, они позволяют говорить, что эти племена переселились из Восточного Туркестана куда-то при Байкале. И примерно вот в этом районе, это современная западная часть Монголии, монгольский Алтай, там их застают чурки. Первые известия, как известно, сохранились на эпидофийном памятнике, просвещенном Куртигину, в 723 год. Но события, которые описывают и в которых упоминается татары, связанные со смертью первого тюркского кагана, Бумын-кагана, это 354 год. Вот с этого времени мы можем говорить о том, что это татары, как наряду с другими царственными народами, пришли потлониться, значит, погребению Бумын-кагана, как и великого правителя, значит, один из исследователей и очень серьезных исследователей, Сергей Гудович Крештодный, по этому вопросу писал, что если не в письменных памятниках, то в народной памяти очевидно это событие очень сильно зафиксировалось и получило такой, ну, несколько кодифицированный характер. Потому что иначе представить, ну, что там есть упоминания и о Китарии, и о Руме, то есть, ну, византии, да, что просто так, они бы, если бы не сохранялось это известие, то оно было бы заменено более актуальным каким-то известием, например, там, уйгурами, да, то есть, но оно сохранилось в неизменном виде. Значит, это было донесено с VI века в таком неизменном виде. Значит, татары, как в качестве царственного, знатного народа, равного тюркам, зафиксированы уже в середине VI века. Но что это было за племя? Ясно, что по сравнению с теми родами, которые там, мы имеем дело в более ранний период, здесь мы вполне очевидно имеем уже дело с новым образованием. Племена, которые и сами тюрки не были таким родоплеменным или родовым коллективом, да, сами тюрки представляли собой эль. То есть, это был царственный народ и были народы подчиненные. Вот, скорее всего, конечно, татары, это был какой-то тоже царственный род, которому подчинялись целые группы. Но наименование этого народа, как и нам известно по аналогии с тюркским Каганатом, распространялся и на все племена, которые входили в этот самый Каганат. После этого татары несколько раз вели довольно успешные войны сначала с первым тюркским Каганатом и способствовали его гибели. После возрождения, опять-таки, именно татары вместе с племенами Теле поднимают восстание и также служат основой гибели второго тюркского Каганата. Что здесь важно указать? Во время, то есть, местонахождение татар указывает то, что в этих самых надписях, в том числе по сути, в Культигину написано, что он гранит сначала Азов, потом Татар, а потом гранит Кырдызов, Минусидская котловина. Значит, если представить себе поход, то татары где-то между Минусидской котловиной и, собственно, Адикерской чернию, то есть, центральной Монголией. Вот как раз мы получаем территорию вот этой самой западной Монголии, Монгольского Алтая, где, скорее всего, и проживали эти самые татары. Здесь нужно оговорить еще один важный момент. Какое место в Аднегенезе современная татарская нация занимает и другие теорусские племена, которые также участвовали в истории и были тоже не менее значимы народу. Надо сказать, что после Гульского времени начинается постепенное движение, и это характерно для всего Средневековья. Тюркские народы выдавливают индоевропейские народы обратно, то есть, и ассимилируя, и оккультурируя их постепенно, этот процесс затянулся, можно сказать, до 15 века, когда практически все тюрки вышли из территории Центральной Азии. Вот удивительный парадокс. Мы тогда говорим о прародине тюрок, уйгуров, мы находим памятники в Архонской долине, тюркские надгробья, ханские, каганские надгробья. Рядом с этими памятниками в долине Архона стоят разваленные столицы гуйгурского каганата. ты без балыбь, потому что не acceptable Голая стиль, значит, архонская, с редкой травой, и тут возвышаются, значит, высоченные стены почти четырехметровой высоты. И город занимал довольно большую, несколько десятков гектаров, причем в китайском стиле распланирован укрепление. Здесь ремесленная часть, здесь дворцовая часть, там еще. Но ни одного тюрка... Денис, есть не надо, без тюрки будет. Ну, конечно. Не Енисейский на Енисей, здесь тюркский, архонский. Да, значит, чуть дальше, то есть майну Чура, тоже в долине Архона, но чуть западнее от столицы, то есть Балуку. Но чурок сейчас там нет. То есть процесс выхода тюрок из Центральной Азии в Восточную Европу длился все Средневековье. То есть, если сначала европейские народы двинулись туда, потом обратный поток тюркских народов, а потом монгольские народы вслед за ними, видимо, выдвигаясь из территории современной Маньчжурии, сдвинули и заняли территорию, где раньше жили тюрки. А их, в свою очередь, стали поджимать уже Тунгусо-Маньчжурские плена, которые стали выходить из-за Амура и постепенно занимать территорию, которая раньше принадлежала монголу. Вот такая, кстати, поезд такой догонялки Центральной Азиатской истории. Так вот, первые вышедшие тюрки в Восточную Европу имели совсем другой язык. Надо сказать, что тюркский язык имеет два диалекта. R-диалект и Z-диалект. R-диалект, скорее всего, был это племя, которые раньше всех вышли на Сочную Европу. И авары, хазары, булгары, сувары – это все носители этого R-языка. Судя по отдельным надписям, судя по отдельным языковым элементам, самым ближайшим, я не скажу, потомком, родственником этим языкам является современный чувашский язык. Ну, там, например, чтобы представить разницу между R-языком и Z-языком, в Z-языке – кызыл, а в чувашке – хырыл. Ну, вот, примерно так. То есть, несмотря на то, что и тот, и другой построили тюркские языки, на самом деле, они отличались весьма существенно. И вот эти народы, обмедленавшись в Восточную Европу, здесь создали целый ряд своих государств. Это хазарский каганат, аварский каганат. Но до XIII века в качестве государственного объединения дожила волжская булгария. И это действительно очень важное объединение, очень серьезная такая политическая единица, которая изменила всю культуру и, можно сказать, этнический облик всего булгуральского региона. Во-первых, потому что ее создание привело к тому, что финно-угорские народы, во-первых, были разделены между собой, произошло разделение общего, такого непрерывного деления финно-угорских общин и их языков на отдельный. Мордовский, Морийский и от которых постепенно где-то к X веку стал отпочковываться пермско-умурский язык. И сами эти народы были включены в орбиту волжской булгарии. Само название Черемис, которое дальше распространяется вплоть до российской истории, зафиксировано, оно происходит от тюрста чермыш, то есть ополченец, скорее всего, это, ну не только, говорят, что чермыш, это молиться. Нет, это под этим термином поднимались и чуваши все время, и молиться. То есть это пограничная стража, которая имела серьезные сословные привилегии и служила, вот, начиная с волжской булгарии, и такая же система сохранялась в эпоху Золотой Орды и в эпоху Казанского ханства. И эти черемивские войны, которые вели эти самые народы против российского завоевания, они были связаны не с тем, что они стремились там к свободе или к возрождению Казанского ханства, им вообще это не нужно было. Они боролись за свои сословные привилегии. После того, как их низвели из сословия воинов, служилого сословия пограничной стражи в под одной сословии, они были не согласны с этим. Недаром русское государство, чтобы смельчить эти восстания и как-то их подавить, вынуждено было постоянно идти на то, чтобы отменять сбор ИСК у этих народов. А часть этих самых черемисов была перенесена на польскую традицию, где причем как на польской стороне, так и на российской стороне появляются в качестве городовой стражи черемисы. Это малейцев вербовали для того, чтобы их доходило до 50 тысяч. Там малейцев столько населения в то время не было, чтобы переселить, когда надо было вообще полный караул. Нет, это целый ряд, скорее всего, причем населения, говорящего на тюркском языке. По крайней мере, то, что нам известно, это самый городовой страж. Но вернемся, значит, к татарам. То есть уже тогда татары являются не просто этнонимами, они являются политонимом, поскольку обозначали народы, которые, ну, не только социальную верхушку, но и те народы, которые входили в политическую зону влияния. Позже, вот то, о чем Даня Рулященко мне повторяться, я перескочу сразу. Есть очень интересный сюжет, связанный с тем, о чем как раз вот он говорил. В китайских источниках действительно, на удивление, не упоминаются татары. Хотя там, казалось бы, вот прямо вот должны упоминаться, но не упоминаются. Там, когда речь идет о борьбе с тюркским каганатом, но там присутствует некое объединение, которое в китайских источниках включается шато. В тюркских языках никакого, и даже, значит, Гумиров, который очень серьезно этим занимался, так и не нашел никакого соответствия. Оно и не может быть. Это самое также объединение, пограничная стража, куда набирались, значит, люди, которые воевали и в Китае, и за Китаем. В частности, там знаменитый полководец Ань Булшань и потом создатели Танской империи. Они все выходцы оттуда. Это такой конгломерат воинов, скорее, социальное сословие воинов, которые стремились продать свое оружие и стать служимым сословием в Китае. Но там есть еще одно племя, Дзубу, которое упоминается и накладывается на то, что мы знаем позже, на этноним татары. Очень интересный московский китаевед, историк Роман Храпачевский совершенно справедливо, на мой взгляд, указывает, что Дзубу – это просто тибетское название татар, которое просто вошло в китайскую традицию от киданий. То есть киданий заинствовали тангутов у тибетцев по языку, а эта традиция была воспринята китайской традицией в Танг. И Сунской империи. Но при этом Суны, имея непосредственный контакт уже с татарами, позже, стали их называть и Дадар. То есть получилось так, что два этнонима, ну а поскольку эти Дзубу фигурировали в более ранних источниках, не Сунских, то они так и вошли в историю, как Дзубу. Скорее всего, я думаю, что он прав. И говоря о татарах вот этой самой темных веков, скорее всего, мы можем вполне четко говорить. Тогда у нас получается очень интересная картина, что никаких к монгольскому завыванию каких-то бурнурских татар, которых истребил Чингисхан, они были. Но это было только одно. Когда Рахстан пишет, что в татарах там пять племен, а их было не пять, а их девять как минимум. И все племена пограничные, начиная от Бурнура до Ордоса, где жили ангуты, белые татары, и вплоть до восточного Туркистана, где ганджурское княжество, буро-татарское, причем оно в источниках прямо зафиксировано. И именно с ними как раз Махмур Кель-Кешгорийский имел дело. И он пишет, что мусульманские гуляны, распространители веры совершают походы в восточном Туркистане, где он говорит про земли уйгуров и татар, сжигают их буддийские храмы и так далее. Воинские песни, то есть он пишет стихи, излагает воинские песни этих самых ревнителей веры тюрок, которые воевали, Карлуком, создателей карханитского государства, которые были на границе и сталкивались с этими самыми татарами. Пример тысячи, вот как раз, говоришь, правильно, прямо четко, реветно показал. И здесь как раз мы вспоминаем, что пишет Рашид Адзин об этих татарах. Это самое царственное, самое могущественное пление, которое известно в степях. И благодаря их единственному могуществу все народы, найманы, джалаиры, хотят называть себя татарами. Но после образования монгольского государства картина меняется. То есть уже Чингисхан вполне справедливо, и это подчеркивает как раз в плане Карпини, что он говорил, что татары, да, были прежние хозяева снеги, а теперь Чингисхан требует, чтобы называли монголами, и все, чтобы называли себя монголами. А имя татар должно быть истерто из истории. Но, несмотря на то, что, казалось бы, оно из истории истерто, и Чингисхан одержал военную победу, а где присоединил этих татар мирно? Ну, пусть и Гончовские уйгуры татары вошли мирно. И ангуты тоже подчинились, из них были специальные корпуса, созданные десятитысячные, которые воевали в Южном Китае, в Южной Сумке. Но само имя истребить было невозможно. И когда вал монгольского взрывания докатывается до степей, вот здесь мы имеем очень важный и очень, ну, для нашей истории системный элемент. Как получилось так, что само название, некоторые, Бумилев вообще пишет просто, это этнический камуфляж. Значит, булгары и половцы вдруг стали называться татарами. Как так? Вдруг называться. Сегодня ты их называешь так, а завтра по-другому. В Средние века. Это невозможно. Здесь мы должны сделать одну ремарку. Что такое вообще самоидентификация в Средние века? Это, я бы сказал, в меньшей мере маркер культурный, языковой, но в определенной степени. Главным образом, элементом вот этой самой идентификации был социальный, социальная роль, социальная принадлежность к определенному сословию. Фактически, когда речь идет и об экзоэкономии, то есть и наизничных наименованиях, и когда речь идет о самоназвании, это практически всегда речь идет о социальном статусе. Допустим, завыватели Англии, Нормана, они себя не называли англичанами. Англичане стали податным со строй, в лучшем случае свободными, но при этом платили дань правителям. Сами они не считали себя англичанами. Сами стали себя называть англичанами только после поражения в Столетней войне, в 15 веке, когда вдруг оказалось, что их владения во Франции потеряны, и им нужно как-то укореняться на этой земле. И они вдруг вспомнили о своих предках, что они испоком века живут на этой территории. И стали понимать, что мы англичане и так далее. Мы принадлежность уже не как к племени англов, или саксов, или кентов, а мы в целом, мы генс, так сказать, мы именно англичане. То есть переосмысление, и отсюда, и уже более ранее, Британия. Есть и более интересный пример того, как в Средние века существует именно такое определение себя в качестве военного сословия. Но в первую очередь, это, конечно, что приходит на ум, это имя Раджпуты. Ни одного крестьянина Раджпута не существовало и быть не могло. Раджпуты — это слой воинов, который исповедовал индуизм, поэтому они не смешивались с тюрками, которые тоже были военнослужимым сословием. Они сохраняли и индуизм, но при этом они были, никто, никого, не было сомнений. Они были связаны родовыми связями, они были связаны между собой кровным в том числе родством. И это было сословие воинов. И сейчас говорят, что многие, значит, формируется даже нация, значит, Раджпутская, поскольку многие подошли из низших каст, сейчас вдруг стали писать, у нас здесь властвовал когда-то Раджпут, мы все Раджпуты, хотя на самом деле они там из низших каст и близко не могли подойти в свое время к царственным народам. Это же сразу принадлежность к великой истории. И так вот формируется нация, но так формируется она везде. И когда мы имеем дело, надо понимать, что в Золотой Орде примерно те же процессы происходили. То есть нужно было верхушке ханов Золотой Орды, поскольку они всегда фронтировали с великими ханами, а после того, как Хубилай взошел на великий Каганский престол не только по, значит, не по велению общего хунтаера всемонгольского, а просто собранию своего войска, и пошел против горы старшего тогда в семье, значит, а старшими считали себя джучили. Конечно, произошел разрыв, а на Коробе тоже уже в Золотой Орде не могли себя правящий вот этот слой именовать себя монголами, поскольку они сами были выходцы, многие, именно из Тюра, из Татар. И армия формировалась, и административная система формировалась именно из Татар. Если мы обмотаем чуть-чуть назад, как происходил механизм этого распространения? После того, как Джучель завоевал часть Сибири, при Ордышне, и эта территория была дана ему в Улуз. Но здесь-то он привел с собой три тумена. Эти тумены, во-первых, там часть прямо пишет, что Субудей формировал эти отряды из Найманов, Джаваиров и так далее. Для того, чтобы... То есть Татар. Да, да, то есть представить Татар. И вот эти племена, они накладывались на местную основу, и из них формировалась уже новая военно-административная система. То есть каждый тысячник стал владетелем десяти тысяч, то есть территории, с которой он мог собирать десяти тысячную армию. Каждый сотник стал правителем области, от которой он тысячу выделял и так далее. И такая система действовала по мере того, как это самое завоевание накатывалось на степи Восточной Европы. Сначала за Волжье, потом в Восточную Европу. По-другому она работала там, где она столкнулась с оседлым народом, в частности с Булгарией. Там, скорее всего, знать Булгарская была полностью или истреблена в нескольких войнах и в нескольких восстаниях, либо деклассирована. То есть они продолжали оставаться городским нобилитетом, но при этом перестали быть частью военнослужилого сословия. Военнослужилое сословие стали татарами, но податное население, оно, есть вторая сторона этой медали, податное население не имеет общегосударственной идентичности. Примеров тому тоже не из числа. Например, до сих пор там в Белоруссии, когда спрашивают, вы кто? Тутейшие? Здешние? У них нет, они не говорят, что это так сейчас, после того, как они читают учебники, им говорят, что вы белорусы, они начинают как-то, кто-то понимает, что они белорусы. Но так было во всех общинах. В лучшем случае податное сословие идентифицировало себя в качестве, ну, по конфессиональному признаку, например, висермяне или в России крестьяне, крестьяне. Податное сословие. Они не называли себя русскими, но разве что очень продвинутые, образованные люди, которые получили церковно-приходское или там какое-то начальное образование. И здесь мы видим очень сложную картину, характерную для средневекового государства. Вот мы мало источников имеем с этой татарской идентификацией для именно периода Золотой Абрии. Но уже чуть позже, когда это, ну, им, собственно, татарам не нужно было говорить, я татарин. Это и так было понятно. Вся война служила знать, частично ведущие кочевого образа жизни, частично занимающие военно-административные посты. Они были спаяны клановой системой. Вот то, что мы знаем о клановой системе, членами клана могли бы только знать военная аристократия. Не было никакой другой воинской силы и другой аристократии, кроме тех, кто была включена в эти татарские кланы. И, соответственно, не было, значит, какого-то татарина, который не был бы включен в эту самую клановую систему. Поэтому не происходило столкновение идентификации. То есть ему не нужно было говорить, хотя все источники прямо татары, татары, татары. Но для XVI века мы уже имеем прямые свидетельства. И наиболее характерное свидетельство, когда Дамир Ильич его раскопал, и мы всегда его любовно рассказываем. Значит, когда Иван Грозный переписывается бием Ногайской Орды, и речь идет о судьбе Астрахани. И Ногайский бием ему отвечает, значит, вы даете своего хана, и все. А что о татарах? Татары от нас будут. То есть хан это дает и территории, и пускай Астрахань подчиняется русскому Москве, да. Но татары, то есть его военнослужила аристократия, войско от нас. Татары от нас будут. Вот это и есть как раз ключевая самоидентификация, и как это все работало. Кроме того, целый ряд есть и были в незаконченном, к сожалению, виде в Золотой Орде, и историографические элементы, которые потом вошли в Шибаницкую. Но там Шибаницкая историография, эти и Крымские татарские, они были в соответствии с местными условиями трансформированы. Но судя по некоторым отрывкам, и тем, что мы знаем о этих отрывках из более поздних Дештарича Безнамэ, например, и от Казанского ханства, какие-то начатки этого были, и историография создавалась именно для того, чтобы почерпнуть. Это страна татар. И недаром в Достане и Дегей, там прямо, наверное, написано, что речь идет о территории Поболжья, от Крыма и до Ургенча, о стране татар. Вот на следующей русской почве это служилые татары, потому что это, можно сказать, масло масляное. Служилые татары это уже, но для того, чтобы русская бюрократия стремилась все-таки отличить тех, кто действительно служил, от тех, кто уже потерял этот статус. Но тем не менее, они еще были довольно свободными. И вот здесь мы видим, постепенно идет трансформация уже в новом смысле. Значит, татары, как социальное сословие, постепенно в рамках российского государства теряют, деклассируются. Но здесь поглощаются новыми элементами. Но прежде всего мусульманскими. И формируется определенная, так называемая, мусульманская нация. То есть речь идет о том, что все подчеркивают единство свое, как мусульмане. Мы мусульмане. На собрании уложенной комиссии говорят, мы мусульмане, татары мусульмане, требуем там и так далее. И вот с этого момента начинается уже новый виток. Уже начинается нация строительства. Но нация строительства, понятно, что кто проводил вся, пускай она даже верхушка казанского купечества, они были деклассированы, они были купцами. Но при этом они всегда писали. Мы генезья, у них были свои танки, они помнили, что они татары, они по-другому не могли. И они тогда создавали татарскую нацию, конструктивисты, так сказать, элементы. Они, конечно, писали историю татар. Но поэтому включая в себя всю историю всех тюрок и у Маджани, это очень хорошо видно. Он очень хорошо понимал, что наша история – это вся история. Но при этом определенное центральное место – это история татар. Недавно он говорит, кто ты, как не татарин? Кто ты? И вот этот вопрос Иван своим трудом и ответил. И отвечал. И вопросов о том, кто татары или булгары. Если мы посмотрим дискуссии второй половины XIX века, там нет такой дискуссии. Там говорят, турки мы или татары? Там среди населения не было. И ремарку надо сделать. Откуда вообще взялось упоминание даже только о болгарской земле и этом? Речь идет о том, что после того, как в XVII веке были разгромлены восстания татар, произошло формирование так называемого, в американской историографии, это называется «кризисный культ». Когда народ, его элита видит, что вооруженным путем, ну обычно это, как сказать, народ депрессивный, то есть завоеванный, не может добиться независимости, но он должен сохраниться. Он вырабатывает идеологию, что наш лучший век был, вот золотой век, он там. Вот где наш золотой век? Почему мы потерпели поражение? Потому что татары были плохими мусульманами. Где был золотой век? В Булгарии. Вот там был настоящий ислам. Надо прославлять булгарский ислам. Мы наследники этого самого булгарского ислама. И чем чище, чем мы будем рептителями этой веры, тем скорее мы найдем выход из этого положения. Российское государство нам дает этот выход. Мы будем служить российскому государству. Будем следовать вере наших отцов. Наша вера булгарская. Но это не значит, что они отказались от ислама. Они просто указывали на таких примеров кризисных культов очень много. Если хотите, вообще сионизм, восстановление храма Сиона, это тоже своего рода кризисный культ. Вот у нас он принял форму святого града булгара. И недаром в 17 веке и лозунг Батарши и Мулы Мурада восстановим святой град булгар. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!